Приветики всем! С вами Тара-Ведьма на Аракули Гекаты, на тёмной-тёмной колоде, на моей, которая всегда при мне. Мы делаем сегодня такой, можно сказать, экспресс-расклад общий на некую диагностику негатива. Если есть кризис в ваших отношениях, если есть ругань, постоянные конфликты, часто ко мне пишут именно с такими симптомами. Живем как кошка с собакой, не можем ни вместе, не врозь. Вот давайте посмотрим, девочки, есть ли магия на ваших отношениях. Загадайте первый или второй вариант, и я буду сейчас выкладывать карты. Меня зовут Тара-Ведьма, я практикующий Тарола. Кто со мной не знаком, читайте отзывы, прайс. Кто хочет ко мне обратиться просто, без того, что вы не посмотрели цены, не пишем. Смотрим, читаем отзывы, и потом только мне пишем на ватсап. Если нужна моя помощь, помощь находится всем. Никто еще, как говорится, без помощи от меня не ушел. Я всем даю подсказки дельные по отношениям, и я везде зрю в корень. Никто никогда не уходил и не говорил, вы мне ничем не помогли. Вот такого за мою практику, слава богу, еще не было. Поэтому поехали и погнали. Загадывайте свои отношения, посвящая расклад только тем, у кого реальные проблемы. Ссоры, обиды, конфликты. Неважно кто, любовник, либо муж, либо сожитель, либо просто молодой человек. Если вы здесь видите расклад, он не является индивидуальным. Только частные личные разборы по фото, по дате рождения, по имени являются персонально вашими. На себя сразу все, если не резонирует, не принимаем. Поехали. Первый и второй вариант. В чем причина, как говорится, руганий, ссор и есть ли магическое воздействие. В первую очередь будем смотреть, есть ли магическое воздействие на ваших отношениях. Конкретно не на вас, а на вашей паре. Загадайте человечка, обязательно нажмите сердечко. Это энергообмен за мою работу. Бесплатно платят только бесам, как говорится. Поэтому давайте. Есть ли магическое воздействие на ваших взаимоотношениях. Ну и буду благодарна по традиции за подписку. Поехали. Первый и второй вариант. Есть ли магическое воздействие конкретно на ваших с ним отношениях. Давайте посмотрим, что скажут карты. Первый вариант. Ух ты. Сразу выдали нам, как говорится, все слегкой. Да, здесь есть вольт. Здесь есть черная магия, девочки, по первому варианту. Вольт это, конечно, да. Это куколка специальная, которую делают на привязки. Кто-то на привороты делает. Давайте посмотрим, что еще скажут карты. Карта якоря. То есть у вас, возможно, нет развития в отношениях. Да, вольт выпал. Есть ли магия на ваших отношениях? Ух ты. Через кладбище работали, через мертвых. Анубис вышел. Волосы использовали, девочки. Волосы. Переклад здесь есть и окорм. Вот так вот. Да, к сожалению, по первому варианту есть и переклады, и подклады. Ищите. Если есть проблемы в отношениях, ищите некие вещи. Это иногда могут быть волосы, нитки. Это могут быть иголки. Это может быть все, что угодно, инородное, что может быть. Подклад бывает. Куда? В одежду. Может быть в пол. Может быть в стены воткнутые иглы. Все что угодно. Поэтому по первому варианту есть. Причем нужно искать подклад. Карты показывают о том, что был окорм. То есть чем-то покормили, как говорится, могли вашего мужа, например, либо мужчину. И карты показывают о том, что даже был переклад. Переклад, девочки, но это страшная вещь. Иногда и болезни перекладывают друг на друга. Иногда неудачи перекладывают. Но по первому варианту у вас есть проблемы, есть магическое воздействие. Давайте еще на безумной луне доложим. На безумной луне. Безумная луна. Скажи по единичкам, кто здесь магию творил? Кто этот человек? По первому варианту на отношения. Кто он? Кто этот человек? Башня. Ну отношения ваши девочки здесь рушатся. Это точно. У кого-то семья. У кого-то есть проблемы. Мужчину, кстати, показывают земного знака зодиака. А кто здесь мог это делать? Конфликты часто показывают в доме. И через кладбище работа. Девочки, у кого-то даже мог быть приворот. И любовный треугольник присутствует. Не хотят карты показывать, кто. Но мужчину показывают, девочки, с вами в отношениях. У кого-то срезонирует. Король Пентакли. Мужчина, который может сейчас терять деньги. У него проблемы сейчас с деньгами. У него может быть собственный бизнес, но бизнес не идет от слова совсем. Просто может рушиться, крушиться. Ничего у него не двигается в делах. Хотя у этого человека может быть бизнес. Далее, либо мужчина с хорошим заработком, но сейчас идут потери по деньгам. И у вас здесь любовный треугольник. Либо был, либо есть. Поэтому ищите, как говорится, причину. Причина здесь есть. Реально. Здесь есть магическое воздействие. Проблемы в отношениях есть. Первая карта вышла башни. Ничего хорошего по этой карте сказать не могу. И работа через кладбище. Поэтому жду вас по первому варианту на диагностику. Мужчина может быть земной стихией. Король Пентакли. Второй вариант. Приветствую вас, есть ли. О, сразу же тоже вышло. Да, здесь тоже по второму варианту есть. Здесь есть соперница, карта лисы. Либо вы ее знаете, либо нет. И здесь есть привязка. Привязка, девочки, она тоже делается через черную магию. Ладан выпал. Давайте посмотрим, что здесь еще сделано на отношениях. Ух ты, тут черная магия, чернокнижье. Поэтому приехали. По второму варианту, кто выбрал, тоже есть проблемы в отношениях. И есть магическое воздействие. Привязка сексуальная. Возможно, бывшая могла делать. Может быть, у вас есть соперница. Давайте уточним. Карты проявите. Покажите по второму варианту. В чем проблема? Где здесь проблема? В какой магии в отношениях? Но здесь есть защита от женщины у кого-то. Либо у вас, либо у вашего партнера. Но, тем не менее, все равно привязка существует. Но здесь есть женщина в роду, которая оберегает от магии, которая защищает. Подношения здесь были. Девочки, ситуация может проиграться тот, кто конкретно венчан, либо конкретно в браке. Кольцо здесь есть. Подношения здесь были за эту магию в виде мяса, меда. Что еще? Магическое воздействие. Есть недоброжелатели. Крысы. Причем рядом окружение, как говорится, лезут в ваш дом. По второму варианту здесь конкретно пытаются то, что делать. Привязка здесь конкретно на отношения семейные. Поэтому крысы, как говорится, по второму варианту в вашей семье есть. И лиса, как говорится, которая, возможно, подруга, которая вошла в отношения, как подруга, на самом деле соперница. Здесь будьте аккуратны, потому что здесь есть привязка. Либо у мужчины к прошлой женщине, с которой он, например, разошелся, но сейчас все еще туда ходит, либо его тянет. Поэтому здесь разбирайтесь. Давайте посмотрим на второго. По второму варианту тоже показывают привязку. И могут быть потери в деньгах по крысам. Кто здесь по второму варианту может наводить магическое воздействие на отношения? Кто по второму варианту может вам мешать в отношениях? Кто? А тут брак показывает. Любовный треугольник тоже. Соперница есть. Брак, любовный треугольник. А кто? Королева Пентакли, женщина земной стихии. Да, она магичит, девочки, на ваши отношения. Здесь четко тоже любовный треугольник может прослеживаться. Здесь есть соперница. У женщины, которая в браке. То есть если вы в браке, и у вас есть проблемы, и вы даже знаете, кто это соперница, а если не знаете, приходите на расклад. Потому что по Луне здесь тоже есть магия от некой женщины. Королева Пентакли, это может быть Дева, Телец, либо Козерог. Вы можете о ней не знать. Поэтому здесь по второму варианту магия тоже есть. Поэтому приходите на диагностику, на чистки. Буду рада вам помочь. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова